всем большой привет и в данном видео мы посмотрим как обрезать по размеру монтажной области я покажу сейчас быстро чтобы показать принципы самого плагина то есть как видите он обрезает каждый объект по размеру моей монтажной области если этот принцип вам покажется интересным то далее по видео я покажу подробности и детали видео ускорено плагин работает немного медленнее но все равно он работает достаточно быстро сразу скажу что он обрезает все кроме меш меш он не обрезает между придется прятать под маску вот видите у меня тут были объекты и меш и обычный градиент после того как у меня обрезались объекты так как у меня не все обрезалось а именно между мне меш не обрезался я его прячу под маску и так если вам интересно да давайте посмотрим как устанавливать данный плагин плаги мне скачала с сайта myntools и ссылку вы найдете в описании так вот так выглядит вся папка с и скриптом открываем инструкцию по его установки ну и заодно снова научимся устанавливать плагины здесь написано куда именно надо скачать файл все достаточно просто иллюстратор должен быть закрыт после установки мы его откроем заходим программ файл идолк стратор здесь у меня турецкая версия windows поэтому у вас смотрите чтобы в нужные папки то есть папку стиль дальше язык и далее выбираем сценарий это все сценарии которые у меня установлен на данный момент и добавляем его сюда просто копируя вставляю нажимаем продолжить все плагин у нас установился закрываем и открываем нашу доп иллюстратор я открыла два файла чтобы показать для примера как работает скрипт я выйду даже фоном за рамки монтажной области так мне надо чтобы обрезался фон и обрезалась скажем так все что выходит да у меня одна девушка стоит главным видом на первом плане и также полупрозрачная ее же копия в увеличенной версии и вот данную увеличенную версию мне надо обрезать ровно по краям опять же у меня здесь есть меж поэтому посмотрим что произойдет выбираем наш файл точнее наш плагин и тут нам дает три варианта на выбор можно спрятать под маску и можно обрезать давайте спрячем под маску посмотрим что из этого выйдет нажимаем старт вот отменить маску как видим он ничего не обрезал он просто спрятал под маску выбираем другой вариант чтобы было с обрезкой и так здесь надо будет немного подождать и как видите плагин удаляет по одному все объекты он обрезает их ровно по монтажной области и так работа плагина завершена и посмотрим что нам сделал видим он удалил не все остались объекты которые выходят за рамки так выглядит наша девушка на данный момент удаляем верхнюю маску белый квадрат который он создал так это на то есть в принципе можно удалить это руками но нам интересно посмотреть именно работу плагина почему он оставил вот эти вот штуки давайте зайдем еще раз снова выберем плагин плагин закончил свою работу и он теперь обрезал все и спрятал под обравочную маску а он не удалил mesh но помимо mesh он удалил все то есть да надо иметь ввиду если есть mesh вот такой вот плагин на мой взгляд это полезно в определенных случаях по крайней мере это уменьшит вес работы ну и так далее всем спасибо за внимание надеюсь видео было полезным и интересным и всем пока